Газетка номер 7 Видите, с помощью пульта я сразу включаю две камеры Они синхронно включаются И потом легче будет делать монтаж Номер 7, 11 год Содержание номера Последний у нас идет Восковая морь Значит, Луна рекомендует Порекомендовала Так, Петру пост Вот Петру пост, какие продукты Что это вообще за пост Какие продукты надо использовать И дана рецептура этих Блюд Вот, в то время уже крапива пошла Можно ищи из молодой крапивы Борщ То есть подробное Такое серьезное описание Блюд, которые можно И причем, наверное, это только Первые блюда А не вторые Использовать А потом В каком-то или через год Я уже порекомендую Когда там Какие вторые блюда можно Использовать Это у нас идет Разъяснение Лунный день Солнечный день И заодно Я уже начинаю описывать Внутриклеточные биоритмы Что их угнетает Человек Читая эту газету Он постепенно Набирается Знаний Опыта Для того, чтобы Потом Успешно Можно было Его Применять И к себе Опыт читателей Почитаешь И как-то Ага Они Служат Интересным Таким Свообразным Мотиватором А мне бы Там Почиститься Или оздоровиться Или поголодать Или вот Смотрите Позвоночник Стал гибким И легким Почему-то Происходит У многих Знаете Так Ходят Скованные А поголодали бы Попили Воду Талу Та И Распрямились И легкость Почувствовали Но Они этого Не знают А если Услышат Где-то По своему Незнанию Считают Это За некую Дикость Вот что Такой Токсоплазмоз Подробно Разбираем Приобретенный У кого Чаще всего Обнаруживают И Естественно Лечение Значит Лечение Состоит Не столько Вот я Уже Повторяюсь В том Чтобы Чем-то Воздействовать Как Нормализация Нормализовали Работу Организма Да Он Совсем Сам Справится Не Создавайте Условий Да Это Токсоплазмоз А вот Значит Камни В желчном Пузыре Что там Делать Ударять Не ударять Да Ага И Хотят Получить Рекомендации Для моего Случа Значит Вот как раз Я рассказываю Летом Значит Есть Летнее Очищение Печени Летнее Очищение Печени Это С помощью Соков Они там Описаны Рецептура Вызвать Мощный Желчегонный Эффект Такой Прослабляющий Протоки Открылись Желчегонный Эффект Был Хороший И Тогда Все Выйдет Либо Частично Рассосется И выйдет Песок В почках Что там Делать Как С ним Бороться Дополнительная Рекомендация Время Прохождения Камней И песка По мочевым Путям Вот Кстати Какие Осаны Можно Применять Для того Чтобы Все это Выходило Легче Болезни Их Лечения Полип Матки Причины Варианты Лечения Что такое Полип Отчего Возникает Какие Средства Применять В народной Медицине И вот Кстати Здесь Лечение Было Криолином И Кризотом Кризолы Что это Такое Что Вы понимаете Не просто Где-то Там Значит Вот смотрите Был такой Вот рецепт От Полип В матке Мать Этой Женщины Посоветовала И вот Такое Средство От Полип На Литр Кипяченой Воды Капнуть Пипеткой Одну Каплю Криолина И вечером Спринцеваться Кружкой Эсморка Каждый День Прибавлять По одной Капле До 15 А дальше Уменьшить По одной Капле Курс Лечения Месяц Спустя Два Месяца В раздел Осмотр И был Сильно Удивлен Так Она Так Она Вылечилась От Полип Народными Средствами Более того С тех пор У нее Не было Никаких Женских Болезней И я Беру Большую Медицинскую Энциклопедию Том 14 Криолин А что Это Такое Продукт Перегонки Каменного Угля Кризолы Что Это Такое Органическое Соединение Входящее В состав Каменного Угольного Сланцева И торфянова Дегтя То есть Лечение Дегтя Было Все Разобрал Чтобы было Ясно И понятно А не то Что Капнули Значит Вот этой Вот Карболкой От которой Там все Микроорганизмы Дохнут Которым Там Санируют Туалеты И думают А как же Тогда Внутрь Что это Такое Это Оказывается Средство Знаете Вот Если Полип Взять Что такое Вообще Полип Надо бы Разобрать Эту вещь Более Так сказать Подробно Это Свообразный Такой Вырост Живое Образование Напоминающее С собой Гриб Вот Видите Тут Просто Пишется Это Я Взял Из Большой Медицинской Энциклопедии Что Полип Это Доброкачественная Опухоль На Слизистой Оболочке Вот А Собственную Голову Еще Не Подключил А Вот Теперь Когда Я Подключил Видите Это Тоже Для Меня Полезно Просмотр Своей Ж Газеты То Оказывается Что Это Вот Может Быть Типа Грибного Тела А Грибное Тело Не Любит Вот Эти Все Дегти И Оно Сразу От него Скукошивается Кандиломы Как От Них Убереться Да Вот Березовый Деготь Если Березовый Деготь А вот Применение Березового Гриба От Этих Кандилом Интересная Вещь Ну Я говорю Кладезь Народных Методов Лечения Разжеванный И Описанный Расписанный Как это Действует Потому что важно Понимать Не просто Применил Вот от этого Вот это Все А как действовать Что ждать И Тогда совсем По другому Литературная Страничка Это дневник Дальше Идет Молодой Мам И мы Растем Как И все Видите Как раз Женщина Пишет Я беременна И здоровье Ребенка Мне важнее Чем Садиться Обижаться Через некоторое Время Я все равно Забуду Все плохое Потому что Именно сейчас Я буду Обращать внимание Только на доброе Красивое Светлое В моей душе Будет царить Любовь и гармонию Что бы ни случилось То есть Когда Женщина беременна Она не должна Отравлять Сама себя Негативным Мышлением И своего Ребенка Уже Программировать На какой-то Негатив Очень хорошая Вот эта вот Рублика Как от вас Отписана Так Продолжение Дальше будет Значит Восковая моль Что это такое Многие слышали Восковая моль Восковая моль А как она действует Что она там делает И вот как раз И описана Восковая моль Имеет особый фермент Он единственный Который Из всего Можно сказать Животного мира Содержится Именно в ней С помощью которого Она растворяет Восчину А оболочка Микробов Которые Обитают В нашем организме Ну Паразитов Там Она как раз Вот И состоит Большей частью Большей части Напоминает собой Холестериновую То есть Вот эту жирную Вот эту Воскоподобную Оболочку И когда Мы с вами Применяем Не антибиотик А восковую Вот эту Моль Естественно В препарате Да То получается Мы растворяем У Этих Микробов Ихнюю Оболочку Растворяем Не травим Не убиваем А растворяем И они естественно Погибают Интересная вещь Просто читаешь И понимаешь Как можно Воздействовать На свой организм Летить То или иное Заболевание Но с помощью Самых Разнообразных Средств И при этом Наиболее Щадящих Нежели Те Которые предлагает Нам Современная Медицина Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...